В Московском парке Сокольники состоялся пятый тайский фестиваль. Силы самообороны Японии провели показательные военные учения у подножия Фудзиямы. В сирийском городе Алепа возобновлена работа крупной промзоны. В Московском парке Сокольники состоялся пятый фестиваль Таиланда. Он организован Московским департаментом внешнеэкономических и международных связей совместно с посольством Королевства Таиланд. Ежегодно праздник посещают до 500 тысяч горожан. Для наших отношений проведение таких фестивалей очень важно. В прошлом году мы отметили 120-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Мы надеемся, что в будущем, в том числе посредством таких мероприятий, мы будем поддерживать наши дружеские связи. Посол познакомил гостей с дарами Королевства Таиланд. Природная косметика, экзотические фрукты, уникальные талисманы. Все то, что можно легко найти на просторах его родной страны. Таиланд уникальная, особенная страна. Прежде всего, с дружелюбными людьми, с прекрасным морем, с отличными продуктами питания, с сельскохозяйственными, вообще в комплексе сельскохозяйственной продукции, с уникальной историей, с уникальным наследием и, безусловно, с безопасным, индивидуальным, уникальным отдыхом. Так думают москвичи, не только я. Посетители фестиваля окунулись в экзотическую атмосферу тайской культуры и насладились традиционными танцами и лечебным массажем. Хотя на фестивале мы делаем массаж всего по 10 минут, но все желающие смогли почувствовать расслабляющий эффект от массажа. Но, конечно, для того, чтобы был лечебный эффект, нужно несколько процедур от часа и дольше. Фрукты в Королевстве Улыбок занимают особое место. Дары природы этой страны настолько разнообразные и вкусные, что полюбились россиянам. Манго желтое, оно бесподобное, сладкое. Дуриан я пробовала в Таиланде, но он на любителя. Если любите какие-нибудь экзотические такие фруктики, то да, мужу не понравилось. И еще очень любимая маракуйя. Сладко-кисленькая такая, очень вкусная. И арбузики у них хорошие. Вообще, в принципе, у них вкусные и сладкие, и прикольные фруктики. Самым зрелищным стало выступление боксеров муай-тай. Искусство зародилось 2000 лет назад и сочетает в себе западные и восточные приемы ведения боя. Тайский бокс или муай-тай очень популярен. В Таиланде муай означает бой свободных рук. То есть в бою мы можем бить по голове, можем бить коленом, можете бить в живот и в другие части тела. Из-за этой свободы действия муай-тай называют «боем восьми конечностей». Заниматься им можно в любом возрасте и при любой физической подготовке. Тренер из Таиланда Пхаяо Краджанград обучает москвичей этому искусству на протяжении четырех лет. Занятие тайским боксом придает человеку силы, развивает ловкость, ум, стойкость и выносливость. Но я больше рад, что на Пхукете во время соревнований, благодаря этому спорту, познакомился со своей женой Любой. Она родила мне дочку. Мы решили жить вместе в Москве и заниматься здесь любимым делом. Тайский фестиваль впервые прошел в Москве пять лет назад. За это время его полюбили жители и гости столицы. Организаторы пообещали, что в следующем году праздник «Королевство улыбок» будет длиться не два, а три-четыре дня. Инна Языхеева, Сергей Новиков, Виктор Сухотин. Новости Большой Азии. Силы самообороны Японии провели большие маневры на морском полигоне Нумадзо, включая береговую линию и прилегающую к ней акваторию у подножия горы Фузияма, национального символа страны восходящего солнца. Военным учением не помешал даже приближающийся мощный тихоокеанский тайфун Симарон, сопровождающийся проливным дождем и сильными порывами ветра. Несмотря на непогоду, на трибунах собрались многочисленные зрители. Любопытно, что изначально Объединенный штаб сил самообороны планировал провести маневры совместно с британскими вооруженными силами. Согласно официальным источникам, участие британской стороны не было подтверждено из-за неблагоприятной метеосводки, что, в свою очередь, не помешало японским вооруженным силам показать высокий уровень профессионализма. Несмотря на закрепленный в послевоенной конституции Японии официальный пацифизм внешнеполитического курса и запрет на создание полноценной армии, правительство страны выделяет все больше финансовых средств на нужное Министерство самообороны. Эксперты склонны полагать, что таким образом правительство премьер-министра Синзо Абе осуществляет переход к новой эре существования островного государства. На сегодня, согласно компетентной оценке, японские силы самообороны занимают восьмое место в первой десятке наиболее боеспособных армий мира. В сирийском городе Алеппо возобновила работу промышленная зона Шейх-Наджар-Халеб, вокруг которой еще недавно велись ожесточенные бои с незаконными вооруженными формированиями. В состав этого сверхкрупного промышленного кластера входят более 500 предприятий, что составляет в совокупности 15 тысяч рабочих мест. Это больше, чем в довоенное время. В Шейх-Наджар-Халебе работают фабрики по производству хлопковых тканей, мыловаренные предприятия и логистические фирмы. Именно этот город является самой западной точкой исторического шелкового пути от Китая до Средиземноморского побережья. Сегодня в Алеппо созданы все необходимые условия для привлечения иностранных капиталовложений. Местные власти рассчитывают на возрождение туризма, так как город славится своей древней историей и величественным замком. Неприступная цитадель была возведена крестоносцами в период раннего Средневековья. Все новости Большой Азии смотрите и читайте на нашем сайте.